С вами Алексей Ницца и сегодня я расскажу, как установить цели в Google Analytics и отслеживать конверсии на вашем сайте. Рассмотрим пример сайта вымышленной организации Человека-кошка. Сайт работает уже достаточно давно, а сотрудникам организации очень важно понимать, насколько эффективен их сайт и как можно улучшить взаимодействие с целевой аудиторией. Для того, чтобы понять, как повысить эффективность сайта, давайте поговорим сначала о том, что такое конверсия. Конверсия – это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия к общему числу посетителей сайта, выраженные в процентах. Какими же могут быть целевые действия? Например, это может быть покупка, регистрация, подписка, совершенное им пожертвование, посещение определенной страницы вашего сайта, переход по ссылке и многое другое. Рассмотрим простой пример расчета конверсии. Допустим, к вам на сайт зашли 100 человек в день. 5 из них сделали пожертвование, 13 подписались на рассылку. Таким образом, конверсия для пожертвования будет составлять 5%, а конверсия для подписки на рассылку – 13. Таким образом, для того, чтобы сайт был более эффективным, необходимо стараться делать так, чтобы значение конверсии увеличивалось. Рассмотрим конкретный пример действия посетителей сайта «Человек и кошка». Давайте посмотрим, сколько людей из всех посетителей сайта заходит на страницу «Отдать кошку», ведь именно от этого зависит деятельность самой организации. Естественно, с сайта организации «Человек и кошка» должен быть подключен к Google Analytics заранее, чтобы была возможность собирать статистику. Перейдем во вкладку «Администратор» и нажмем на «Цели». Открылся раздел, где мы можем создавать цели и исследовать статистику целевых действий пользователей, о которых мы говорили ранее. На самом деле можно создавать более сложные цели. Для этого здесь есть специальный раздел «Галереи», где есть много целей, разбитых на категории. Для большинства из них все-таки необходимо вносить изменения в код сайта, поэтому я показываю установку целей на самом простом примере. Итак, нажимаем на красную кнопку «Плюс цель», здесь также есть много шаблонов для более сложных целей. Мы их пропускаем и отмечаем «Выбрать». Переходим далее и указываем название цели, которое будет отображаться в отчетах, и по которому мы сможем понять, о чем собирается информация. В типе «Цель» выбираем первый вариант, так как нам нужно узнать, сколько посетителей перейдут на определенную страницу со своей ссылкой. В цели указываем параметр «Равно» и указываем ссылку на нужную страницу и нажимаем «Создать цель», после чего она появится в общем списке целей. Важно, чтобы нужная цель была включена, иначе данные собираться не будут. Переходя в статистику сайта, перейдем в раздел «Конверсии» и посмотрим обзор. Здесь представлена вся статистика по конкретной цели за отмеченный промежуток времени. Важно, что эта статистика отображается не сразу, и вам желательно собирать данные по цели в течение нескольких дней минимум. При переходе в раздел «Статистики в реальном времени» можно также посмотреть уровень конверсии в реальном времени. Этот раздел показывает общее количество пользователей, которые находятся на вашем сайте, и некоторая информация о них. Ниже есть строка «Данных по цели», и здесь показывается, сколько из этих людей, которые сейчас на вашем сайте, находится именно на нужной странице. Так, если на странице «Отдать котенка» находятся все пользователи, которые сейчас онлайн на вашем сайте, значит, конверсия равна 100%. Но такого, конечно, очень сложно достичь в реальных условиях. Таким образом, установка целей и понимания вашей конверсии поможет сделать ваш сайт более эффективным для того, чтобы больший процент посетителей сайта совершал действия, которые вы от них ждете Будь то переходы на конкретные страницы, совершение пожертвований или подписку на ваши новости Субтитры создавал DimaTorzok